Всё не устраивает. Время встречи – два часа дня. К назначенному сроку в центре Искитима собирается группа людей. В руках – плакаты с обращениями к искитимцам. Каждый днём чувствую, что хуже и хуже становится. Просто я не знаю, просто я говорю, за своего внука, даже не за себя. Потому что мне завтра скажут, дед, а что вы молчали-то? Почему мы так живём-то? Я хоть что-то старался сделать. Как только участники пикета разобрали подготовленные плакаты, к ним подошли представители полиции, объяснив, что действия граждан незаконны. Действия по организации и участию в несанкционированном публичном мероприятии являются противоправными. В связи с чем требуют прекратить проведение пикетирования, разойтись и покинуть место проведения несогласованного публичного мероприятия. В случае неповиновения требования ваши действия будут квалифицированы по части 1 статьи 19.3 Административного кодекса в неповиновении законному требованию сотрудников полиции и по статье 20.2 Административного кодекса за несанкционированное проведение пикета. Как говорят участники, они пытались получить согласие на проведение пикета. В администрации Скитима это подтвердили, но не разрешили. Там были формальные, так скажем, нарушения по оформлению. И кроме того, там было не совсем нормальное место заявлено для проведения митинга. Там была Комсомольская площадь. Я уже не знаю, кто так написал, зачем. Вот там это нарушение закона о транспортной безопасности и еще чего. То есть митинг мы не согласовали. Представитель фонда Навального в Искитиме Антон Картавин говорит, что не получил уведомления от администрации о другом возможном месте для пикета. У нас не было ответа. То есть установили законы в сроке о том, что нам какое-то другое место предоставляется, либо какое-то другое время. Следовательно, данный пикет является полностью законным. В суде в субботу в 9 утра Центральный районный суд, город Новосибирск, признал наши требования законными по абсолютно аналогичному вопросу в городе Новосибирске. Сейчас в городе Новосибирске проводится абсолютно законный согласованный митинг. Участникам предложили покинуть место пикета в течение 10 минут. Чтобы избежать проблем с законом, люди были вынуждены последовать этому совету. В понедельник на аппаратном совещании исполняющий обязанности заместитель начальника отдела полиции Руслан Литвин доложил, что на организатор мероприятия составлен административный протокол.